Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. В студии Екатерина Четверикова. Сегодня в программе. За полгода реализации проект «Бэби-школа» показал свою эффективность для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году исполняется 135 лет со дня образования Азовской лечебницы. В авторском проекте Германа Токарева онлайн сценарист, актер и режиссер Петр Костряков. 1 сентября прошлого года в рамках президентского гранта при поддержке Азовского благотворительного фонда помощи детям открылась «Бэби-школа» для ребят с ограниченными возможностями здоровья. О том, насколько этот социальный проект востребован на сегодняшний день, вы узнаете из сюжета Иваны Пажельцевой. В силу своих психофизических особенностей дети, находясь в домашней обстановке, испытывают трудности во взаимодействии с окружающим миром, общении друг с другом и к моменту поступления в школу оказываются недостаточно подготовленными к обучению. Для этого был разработан проект «Помощь детям для развития коммуникативных навыков». По истечении полугода мы заметили, что наш проект для детишек с ограниченными возможностями актуален в городе Азове. И мы приняли решение, что этот проект должен продолжаться, так как мы увидели положительные результаты у детей. Ну и, конечно, очень хорошее направление, которое будет в дальнейшем иметь к школьному образовательному процессу. Занятия проводятся на базе Центра психологического развития два раза в неделю, а 30 минут в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Здесь созданы комфортные условия для каждого ребенка и разработан определенный план работы с ними. В центре у нас работают педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, логопеды и музыкальный работник. Все они очень специализированы в этом направлении и работают с душой и отдают себя нашим деткам, потому что для них это тоже как бы творческий процесс в развитии наших детей. Всего в Азове проживает 1157 инвалидов от 0 до 35 лет. Детям младшего возраста от 4 до 7 лет посчастливилось пройти обучение в Бэйби-школе. У моего ребенка ДЦП. Когда мы пришли в этот центр, когда узнали, что у нас есть такая возможность, я на самом деле очень обрадовалась, потому что я раньше слышала хорошие отзывы, что этот центр платный и тут специалисты профессиональные. И была очень рада, что есть возможность позаниматься бесплатно. У нас проблема была в том, что у него слабая мелкая моторика. Он плохо вырезает, лепит, клеит, рисует. Сейчас я вижу, что стало гораздо лучше. Он дома проявляет больше интереса к рисованию. Он больше просит у меня сделать сам, повторить поделки, которые делали здесь, в Бэйби-школе. Он с удовольствием сюда приходит. Ему очень нравятся все преподаватели. И меня, как маму, тоже это радует. Моей дочери 7 лет. У нее генетическое редкое заболевание. Из-за этого заболевания мы не можем ходить в детский сад. Я увидела за полгода, что у моей дочери произошли изменения. Она стала более общительная. Коммуникация наладилась. Помимо этого, она ходит на музыкальные занятия. Также научилась вместе с детками, смотря на других, рисовать. Ну, в силу своей тоже моторики, как бы проблемы есть с ней. Прописи пошли. За полгода пошли изменения большие. Прям вообще не могу нарадоваться. Обучение в Бэйби-школе для ребят с ограниченными возможностями здоровья завершится в августе текущего года. Руководители проекта планируют в дальнейшем продолжить работу в этом направлении. Ивана Пажельца, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Случаи заболевания корью все чаще стали фигурировать в медицинских сводках. Если буквально год назад наш город был в зеленой зоне относительно этой болезни, то в настоящее время ситуация изменилась в худшую сторону. Например, на этой неделе закрыли на карантин школу номер 13, а детей перевели на дистанционное обучение. Начинается, как обычно, заболевание ОРВИ. С появления температуры, с кашля сухого, с конъюнктивита или заболевания глаз. Потом постепенно появляются пятна и высыпания на кожу. Основной заметный симптом кори – это распространение пятен, высыпаний на кожу, которые начинаются с головы и постепенно распространяются по всему туловищу. И конечный этап – это высыпание на кистях, рук и стопах. Поэтому очень интересно выглядит ребенок больной корью. Но это, с одной стороны, конечно, очень интересно. Но само по себе заболевание корью – это очень серьезное заболевание, которое может приводить к летальному исходу. Поэтому убедительная просьба. Если вдруг ваш ребенок заболел, не приходите в поликлинику, а лучше вызывайте на дом. Потому что вы таким образом сможете защитить остальных детей, которые могут быть в контакте с вашим ребенком, от заболевания корью. Лекарства от кори еще не существует. Основная защита от заболевания кори – это проведение профилактических прививок. И после проведенной прививки от кори иммунитет сохраняется более 20 лет. В этом году исполняется 135 лет со дня образования Азовской лечебницы, которая была расположена на территории нынешней городской больницы. Историю больницы можно отчитывать с начала ее создания в 1889 году, то есть с выхода постановления Городской думы о ее строительстве. Спустя 9 лет на окраине города были построены два больничных здания. В последующие годы еще два – это часовня и дом для главного врача. Медицинских специалистов в Азове тогда было очень мало. В отчете о деятельности городской больницы за 1911 год при численности населения 30 тысяч человек, более 7 тысяч были пациентами. В марте этого же года на заседании Городской думы было озвучено предложение о необходимости строительства новой больницы. В 1912 году специалисты строительного отделения областного войска Донского передали в Азовскую управу акт на открытие больницы. С тех пор прошло много лет, и уже в советское время на территории лечебницы появились новые корпуса, где сегодня и лечатся азовчане. Конечно, за сто лет утекло много воды, но больница сейчас превратилась в современнейшую клинику, оснащенную всем необходимым оборудованием. Безусловно, самым ценным являются кадры. Я поздравляю персонал больницы, еще раз поздравляю пациентов, которые имеют в городе Азове такую больницу с днем рождения. А мы продолжаем авторский проект Германа Токарева онлайн. Гость сегодняшнего выпуска – Петр Костряков. Сценарист, актер, основатель интерактивного театра «Бада Бум», член Союза театральных деятелей Российской Федерации, режиссер-постановщик театра студии «Браво» под руководством Аниты Цой. Продолжение следует... Петр, театр «Бада Бум» – как вообще родилась идея организовать этот театр? Идея театра возникла на фоне распада театра «Сюрледон». Был театр «Сюрледон», есть Александр, то есть был я и он, и мы вместе с ним делали уличный театр. До этого я еще занимался уличным театром, он тоже занимался. И у меня возникла мысль, что театр нужно развивать, театр нужно двигать. И у меня осталось количество людей некоторое, которое осталось со мной после распада. И я им предложил, давайте назовем какой-нибудь, ну как театр, как мы назовем, мы же будем продолжать дело. Я больше специализируюсь как режиссер, я ставлю спектакли, как сценарист я их пишу, эти сценарии под спектакли. И мы продолжаем театр. Ребята бросали разные идеи, и я написал в шутку, говорю, если вы не придумаете, мы назовем его «Бодобум». И весь день они писали там какие-то театры, там театр высшего искусства, там какие-то такие вещи. А я люблю лаконично, чтобы все четко было. И они к вечеру там понаписали, ребята, ну прикольные идеи, все такое, но вот нет чего-то такого вот, ну как цеплящего. Я говорю, все, оставляем «Бодобум». И мы сделали логотип, как будто бы слоник из Сюрлидона взорвался, и получился новый мир. А ты где-то обучался этому? Оканчивал какие-то… Театральный институт, город Саратов, у нас МХАТовская школа, потому что когда была Вторая мировая война, МХАТ вместе с Кнебель, есть такая знаменитая педагог и режиссер, и у нее трактас свой есть, там школа. Вот, она переехала с МХАТом в Саратов, и там они развивали свою работу, то есть там такая школа просто бомба. У вас как театр, да? Но по сути у вас уличные спектакли, или у вас есть какие-то спектакли, которые именно вот, как тебе в примере, ну вот как «Чайка», к примеру. Сценические, конечно. Конечно. У нас театр расширился очень сильно, у нас есть несколько подразделений. Уличный театр – это одно подразделение, потом сценический театр – это как раз-таки то, про то, что говоришь. Анимация – то есть это когда на праздники, может быть, на мероприятия какие-то приглашают артистов, чтобы они создали картину, то есть вот атмосферу создали. И благотворительность. То есть я очень долго занимаюсь благотворительностью, и к моему счастью ко мне в театр пришел Илья Данчев, и он взял на себя вот эту вот историю, потому что ему тоже нравится это делать. Вот, и он обучает и артистов. К нам теперь приходят, то есть на уроки, у нас же есть уроки для артистов, приходят и еще инклюзивные дети и взрослые, и вместе они обучаются. Сейчас мы учим язык жестов, чтобы артисты могли общаться друг с другом, не мешая общей картинке. Ну у вас вот, я заходил на ваш сайт, и я смотрел, что у вас большая часть спектаклей, они направлены на взаимодействие со зрителем. А есть ли такие спектакли, которые вот зритель приходит, садится в зрительный зал, и он не взаимодействует с артистами? Нет. То есть вот вы работаете по принципу отсутствия четвертой стены, да, получается? Да, да. А вот есть там, где есть четвертая стена? Нет, таких спектаклей нет, потому что я вообще сторонник того, что ее, в принципе, четвертой стены не существует. Даже когда артист выходит играть спектакль, он же не сумасшедший, он же понимает, что там зритель сидит. Ну мы же для чего-то выходим на сцену. Артист всегда должен понимать, что есть зритель. Слишком сильное погружение потеряет, ну, как можно так сказать, слишком сильное погружение, оно обкрадет артиста во взаимодействии со зрителем. Все равно я это делаю для них. Я делаю для того, чтобы они ощутили мои чувства, правильно? То есть, как я в своей школе, да, когда я обучаю артистов, я говорю, ты должен уметь транслировать, должен рассказать зрителю, что ты чувствуешь. Это самая главная твоя задача. Текст, он был написан, его написал драматург. Драматург написал ситуации, а вот ты расскажешь о том, что ты чувствовал в этот момент. И для этого приходят люди в театр. Именно это отличает театр от обычного написания текста. Вы с детьми в большей степени работаете. Ваши спектакли направлены на детскую аудиторию? Или все-таки есть взрослые спектакли? Я в данном случае, опять же, люблю, чтобы все могли для себя посмотреть, ну, подсмотреть для себя важное. То есть, ставя спектакль, я всегда ориентируюсь на все возраста. Вот, к примеру, если мы сейчас посмотрим Шрек, да, фильм, мы его увидим совершенно взрослым фильмом. Вот, я недавно для себя пересматривал, я не понял вообще, почему дети, это же, ну, там же очень много таких взрослых моментов. От истории о чем? О том, как собирается семья. Первая часть – это, как они полюбили друг друга. Вторая часть – как они друг к другу пришли, да, когда они искали эту красоту. А третья – семейная жизнь. То есть, тоже строится на почве того, что зритель многовозрастной. И мы тоже стараемся делать так, чтобы зритель, который пришел к которому там за 50, он увидел то, что ему интересно. Ну, я примерно понимаю, о чем ты говоришь. Это как сказка «Алиса в стране чудес», «Маленький принц», что дети видят в этом сказку, а взрослые видят в этом, ну, братья «Маленького принца», история любви, несчастной любви, по сути. Вот, принца к Розе. А история с Лисом, какая гениальная совершенно. Ты меня не трогай, но смотри. Смотри, я буду приходить, а ты будешь на меня смотреть. То есть, это же фантастика. Кем ты вдохновляешься? Сейчас? Да. Ох, сейчас я, кажется, уже ищу новые смыслы какие-то. Изначально я вдохновлялся по театральному, по жанру, по подходу. Я очень обожал Марка Захарова с его фильмами и спектаклями, потому что он очень красиво умел ввести юмор куда угодно. То есть, как вот мы недавно спорили с одним другом, он говорит, что юмор не обязательно должен быть везде. Я говорю, но он не может не быть. Юмор – это часть нашей жизни. И если правильно его вводить в трагических каких-то моментах, не в момент, да, там, она умирает, он как-то выглядит, да? Нет, вот чтобы немножечко перезагрузить нас. Ну, не может быть все плохо. Не может быть. И это главная идея. Не может быть все плохо. И я изначально взял это, потом Чарли Чаплин, я очень сильно вдохновлялся. И дальше, дальше множество режиссеров, которые как раз-таки направлены на то, чтобы и комедия, и там трагедия, или драма, и все это вместе сосуществовали. И я очень люблю вот эту вот, так сказать, неплоскую историю. Там, взять есть фильм, называется «Аризонская мечта», это один из моих любимейших фильмов. Он символичен во всех своих действиях. Он достаточно трагичен и очень трагично заканчивается. Но тот юмор, который вплетен туда, он дополняет еще сильнее это все. То есть, с одной стороны, вроде юмор, трагедия, там в конце человек умирает, спойлер. Вот, там в конце человек умирает. Как же можно смеяться до этого, буквально там, мы смеемся до 10 минут до этого. Так в этом и суть. В том, что жизнь, она из этого и состоит. У каждого актера есть мечта сыграть какую-то роль. Вот у тебя есть такая роль, которую бы ты очень хотел бы сыграть? О, «12 стульев» Астапа Бендера. Почему? С таким удовольствием. Да он гениален просто. Он гениален. Это такой кладезь действий на сцене, которые можно совершать, исходя из его характера. То есть, именно его характер, он порождает очень много свободы актерской. И он очень обаятельный сам по себе. Ну, я задам тебе сейчас вопрос, но я примерно, я предчувствую, как ты сейчас на него ответишь. Астапа, ты бы хотел сыграть в Захаровской постановке или в Гайдаевской? Захарской, конечно. Он там более легкий. Это тоже хороший фильм Гайдаевский. Но вот этой легкости, он как будто бы, то есть, вот он не такой, не, как сказать слово, он не такой безответственный. Он авантюрист, но это его жизнь. То есть, он это делает с удовольствием все. Вот мы видим разницу большую, да? Комедийный фильм, поставленный с налетом музыки, да? Вот я, к примеру, сейчас мюзиклы ставлю большие в театре Браво, а не Тецой. Вот, это мюзикловая история. Опять же, это все от Захарова, потому что он всегда любил ставить музыку, и я обожаю это, вставлять песни и прочее. Однако, кстати, в своем театре я этого не делаю, потому что это такой труд, который я понимаю, что, ну, не всякая аппаратура поможет, то есть, не всякая аппаратура это даст. И зритель разный. То есть, у нас маленькие детки, совсем маленькие детки, да, в большинстве, и им немножко другое нужно сейчас. Вот, а в Браво у меня есть эта возможность, есть большая сцена, есть огромное количество артистов, есть большой персонал, да, людей, которые этим всем занимаются вместе со мной. И мы, конечно, делаем как раз-таки уже серьезные вещи. Вот смотри, ты сценарист, режиссер, актер, организатор. Если бы тебе вот предоставилась возможность выбрать что-то одно из вот этого перечня деятельности, которой ты занимаешься, что бы ты выбрал? Не смог бы. Я равносторонне люблю все это, потому что это одна большая история. То есть, вот без этого всего не будет меня. И в райвенной степени они друг друга заменяют. То есть, ну, как получается, хобби. Одно превращается в хобби, другое уходит в смысл. Когда тут я устаю, я беру вот это, и это идет вперед. И мы вместе двигаемся по жизни с этими частями. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочего дня вместе с пятым каналом. До новых встреч в эфире. В среду 20 марта облачно с прояснениями. Днем плюс 10-13 градусов тепла, вечером плюс 3-6. Влажность воздуха 47%. Ветер восточный 7-8 метров в секунду. Уровень воды в реке Дон на 32 сантиметра выше отметки 0. Температура воды плюс 7 градусов. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин